Итак, ребята, второй мой блог будет посвящен тому, как можно заработать в интернете в совершенно легальном способе. Я не самый богатый, не самый красивый, но самый счастливый! Много у нас в интернете таких вот магазинов ключей. То есть ребята берут ключи на стиме, покупают и продают якобы дешевле. Сейчас я объясню вам, как эта схема работает. Для начала нам нужны спонсоры или какой-то капитал. Нам для начала надо дождаться скидок на стиме, чтобы не прогореть, чтобы быть в плюсе. Находим самые продаваемые игры, которые у нас в топ-10, в топ-20. Закупаем как можно больше экземпляров и их не активируем, а храним у себя все эти ключи. Дальше нам нужен сайт. И чем проще этот сайт будет, тем намного лучше. Сделаем огромные кнопочки, чтобы было куда нажимать. И главное, навязывать свой рандом. Что такое рандом? Это куча игр. Дешевые, дорогие или, как правило, дорогих там намного меньше. Но дешевых таких вот прям просто неимоверное количество. Запихиваем туда и, допустим, за рандом платят 100 рублей. Пишем обязательно, что там может выпасть пятая GTA. Вот обязательно. Просто я на это уже два раза купился. И в итоге мне, короче, выпало, получается, две игры. Одна за 120 рублей, а другая за 60. То есть я даже не окупил свои 200 рублей, которые я туда потратил. И вообще вот эта схема, по сути, она действует. То есть если у вас какой-то есть капитал большой, то есть вы не знаете, куда его деть. Там, я не знаю, положить или в банк, или куда-то там пустить в дело. В общем, можно сделать интернет-магазин. А после того, как у нас уже готов сайт, уже есть игры, что нам надо? Нам нужен пиар. То есть мы ебошим там каким-нибудь летсплейщикам, каким-нибудь известным там ютуберам, чтобы они как-то в начале ролика пару слов сказали о вашем интернет-магазине. Вот. А еще лучше будет, если они на видео что-то в вашем интернет-магазине купят. То есть может даже из рандомных ключей. Примером может служить магазин от паблика IGM. То есть туда заходит администратор этого паблика, вообще администратора ютуб-канала. Якобы покупает там три рандомных игры, и ему выпадает Mortal Kombat X, Sleeping Dogs. То есть такие топовые игры. Когда захожу туда я, мне выпадает аркада, вид сбоку которой, я название не помню. И что-то наподобие стратежки. То есть в эти игры реально никто не играет. Они даже, грубо говоря, не продаются на Steam. Но их как бы туда пихают. И если вы хотите так вот раскрутить немножечко свой капитал, свои вложения, по-современному, то есть не как раньше там в 90-х отжимать заводы и вкладывать в ценные валюты. То есть если у вас реально есть такая возможность, создайте сайт, накупите игр и продавайте. Вот так вот. С вами был Саша Джиггернаут. До встречи.